Уважаемая Мария Петровна, разрешите в канун Двикого Дня Победы поздравить вас с этим большим праздником от лица двухтичного коллектива нашей больницы. Знак внимания и уважения от бывших коллег. Мария Петровна Крагель в областной клинической больнице проработала 30 лет. В должности младшей медицинской сестры она помогала ухаживать за больными. К ним, как и всему персоналу, была очень отзывчива, за что женщину добрым словом вспоминают и сегодня, хотя на пенсии она уже около 10 лет. В большой биографии не только страницы трудовых подвигов. Мария Петровна – малолетняя узница фашизма. Родилась на территории Германии, куда была угнана ее семья. По рассказам родителей очень тяжело, как говорится, им там было. Кормили плохо, во-первых, и, как она рассказывает, на ноги там какие-то деревяшки давали, ноги в крови, говорит, всегда. Ну, короче, очень тяжело им там жилось. Крепкая детская психика практически полностью стерла страшные воспоминания о канцлагерях и принудительных работах. Но много со временем Мария Петровна о войне говорила с мамой, которой пришлось действительно нелегко. Ее настигла судьба сотен тысяч женщин, которые были вынуждены изнурительно работать для того, чтобы хоть как-то помочь спастись своим детям. Пытки, мучения, жесткий режим, отсутствие должного питания – все это сказалось со временем на здоровье. Но жить хотелось еще сильнее. Это и давало веру в то, что все закончится, и семья, воссоединившись, вновь вернется домой. Не только их из деревни вывезли, там еще вот так вот по соседству. Раньше очень часто приходили, все там собирались, а я еще тоже небольшая была, все слушала, как это рассказывали. Я по дороге, как мама рассказывала, и все заболело, там что-то очень тяжело. Помощь и поддержка таких особых, пусть и бывших сотрудников – приоритетная задача для Александра Карпицкого и его команды. В рабочем графике руководителей областной клинической больницы и сенатора всегда есть время для таких теплых душевных приемов, в рамках которых звучат и рассказы о годах военного лихолетия, и воспоминания о трудовых подвигах, и доклад о современных достижениях. Все мероприятия, которые проводятся у нас в Белоруссии, в том числе и на Брещене, в преддверии Великого Дня Победы, направлены на то, чтобы отдать благодарность, дань благодарности всем тем, кто принимал участие в разных ипостасях во время войны. Это и защитники, это и воины, это и работники тыла, подпольщики, партизаны, все те, кто принимал участие, чтобы мы достигли победы. Это первая такая часть. Вторая часть, может быть, она самая важная. На примере всех тех, кто принимал участие в победе, мы должны воспитать нынешнюю молодежь, чтобы они как раз в год исторической памяти помнили о том, что их деды, прадеды, отцы ковали эту победу, чтобы наша молодежь чтила всех тех, кто завоевывал победу. История Марии Петровны Карагель – это часть общей истории, которая будет и дальше передаваться из поколения в поколение. И сколько бы лет ни прошло, страшные годы войны будут помнить.